доброго времени суток зритель и добро пожаловать на канал где клирик по углам наконец-то рассчитывает уже добраться до безлюдной пристани а про которую говорилось так много но всегда находились какие дела которые мешали туда шагнуть и что произошло за кадром я попробовал пофармить рыцари хейда прошелся через башню хейда дважды имея вот такую шляпу шляпу странствующего торговца но ничего абсолютно с них не упала вместо этого я заполучил h2 щита старого рыцаря дополнительно я получил шлем старый шлем рыцаря который достаточно хорош но даже при даже при том что я полностью переодел и ботинки и перчатки альбы которые полегче чем ботинки и перчатки элитного рыцаря все равно в этом шлеме я начинаю фетролить хотя и баланс конечно получается очень хорош но конечно же можно попробовать снять арбалет тогда все получится но не хочу я отказываться от арбалета особенно если учесть что мы собираемся в локацию которую как я уже упоминал я очень сильно не люблю ну и плюс там эти вот темные stalker и и достаточно темно и учитывая изменившуюся игру света и тени и вот эту вот фишку с затемнением некоторых комнат и некоторых локаций я подозреваю что безлюдный пристав станет еще менее гостеприимным местом поэтому хочу прикупить арбалетных болтов на те небольшие души что есть у меня в наличии а я пока говорил отвлекся засмотрелся стол теперь завален инструментами и самый стол по которому мы скакали и достаточно интересно ну и также что еще произошло за кадром колокольчик клирика был улучшен до плюс трех далее требуется большой титанитки за ним нужно идти к макдафу пока я не хочу дальше прокачивать колокольчик мне кажется что это будет вполне достаточно и в перспективе ну найдем колокольчик получше который будет получше сам по себе уже его будем качать основать что же хватит болтовни бежим да мы не сюда и наконец-то смотрим что будет представлять из себя безлюдная пристань ну или точнее в первую очередь что будет представлять из себя проход к безлюдной пристани который тоже наверняка достаточно сильно изменились надето мое кольцо также я одел кольцо старое кольцо со львом для того чтобы немножко уменьшить свой вес кольцо каменное кольцо очень хорошее но в целом я думаю что имея палец у я и так могу неплохо бить по балансу своих противников старое кольцо со львом некоторых случаях увеличит урон что может быть даже будет более полезным и зачем я сюда пришел они же не сюда почему пошел вниз заболтался заговорился и дезориентировался конечно нам туда здесь все без изменений по-прежнему есть клад и мне кажется что действительно в некоторых местах становится темнее даже без вот этой темноты искусственно созданной а здесь старый привычный нам противник который почему-то поймал меня в парик перекате что она роняет старый доспех рыцаря у меня теперь их будет очень очень много что никаких сюрпризов здесь а почему кровавые пятна так много что случилось с этими парнями они с кем-то сражались странно старая алебарда рыцаря душа гордого рыцаря темный период человеческая фигурка очень странно но какое нецензурное сообщение но может быть они просто забились туда в угол время боя с этим старым рыцарем скорее всего именно так и есть простор и как бы намекают что наверное простор то неправильно но кровавых пятен нету слева короче видение предмет а здрасьте и фото на изменения вместо старого рыцаря клад впереди слова сундук нечто потрясающе впереди короче уязвимость бег что значит бег это что можно проскочить и и он не будет нападать он тоже стоит и охраняет а нет я хочу пройти уязвимость бег то есть если проскочить он перестанет попадать нет он обиделся он обиделся за то что я прошел туда к сундуку и теперь пришел в атаку но снова отступает до поножи си она великолепно очень хорошо а насколько сильно поножи си она увеличат мою загрузку да нужно нужно наконец-то находить кольцо солдата короля если правильно помню называется который помогает увеличить переносимый вес ну или снизить свою загрузку очищенный костяный прах неплохо хотя хотелось бы что-нибудь может быть и поинтереснее но очищенный костяный прах он помогает улучшить свой эстус может быть это будет и лучше какого-либо оружия которое все равно скорее всего наш крыльг использовать не сможет так как у него начинается специфическая достаточно раскачка да по поводу раскачки немножко я увеличил уровень за кадром также на фарме в души на этих рыцарях хейда и теперь ловкость равна 10 и начинаем увеличивать потихоньку свою ученость вот снова темно снова стало темно а вот мне кажется или я не все обошел нет все правильно правильно мы идем правильно здесь никого нету да я начинаю увеличить свою ученость ну что хочу еще один слот не видно было в воде этого парня хочу еще один слот для чудес уже сейчас я взяв небесный гром и силовую волну лишил себя трех единиц лечения и по правде говоря сделал это на тот случай если вдруг ах вот оно как ах вот оно как зритель ты 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 видишь это но чтобы пройти туда нужно ведь будет использовать ароматную ведь былого так я расслабился что пустил удар от очень простого моба а имеет смысл но пройду я туда что там будет лежать что-то потрясающее вряд ли же и ароматную ветвь где и потом брать а она ведь еще пригодится и пригодится еще много раз как бы я заперт не оказался потом где-нибудь без ароматной ветви было ну что ж очень тяжелая ситуация приходится делать выбор и наверное ладно хватит в этом думать а я начал говорить что без лечения мне уже становится сложно двигаться по локациям очень быстро привык хорошему хочу иметь по-прежнему 6 единиц лечения поэтому хочу дополнительный слот для чудес ладно мы подходим костру и еще одна неприятность а а где а друг нету никакого друга здесь должна была стоять лукатиель или по крайней мере она здесь стояла в оригинальной версии а теперь ее нет знак это вместо лукатиель да ну это точно кто угодно только не лукатиель а это какой-то рагнар теснина да ну чтож мы добрались 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 до безлюдной пристани и любопытство кошку сгубила клирик пойдет и использует ароматный вид выловой и посмотрит что там припрятано и будет ругать себя точнее меня последними словами если вдруг окажется что а там неприятно вообще ничего интересного и окажется что ароматный вид мы дадим за какую-то совершенно ненужную нам штуковину но но хочется же посмотреть хочется но и вряд ли игра будет построена разработчиками так чтобы нельзя было справиться ней то есть нельзя было найти другую ароматный вид быловой каким-то образом все-таки открыть все остальные перекрытые места ну и явно теперь вот эти каменные статуи перестали быть такой редкостью как они были в оригинальной игре следовательно значит и ароматных ветвей должно быть значительно больше разбросано по миру поэтому я надеюсь что я не делаю какую-то жуткую страшную критичную ошибку здравствуйте здравствуйте ужас какой мне уже страшно хотя он даже не начинает атаковать и ему то бэкстеп не пропишешь давай ну сделай какой нибудь удар да очень сильный и очень медленный который не бросил ничего а что говорят нам подсказки тупик впереди то есть там нет ничего специально впереди сдавались а вот эта дверь она тут раздражала меня в оригинальном дарке она продолжает раздражать не сейчас дверь есть а прохода нет осколок фляги с эстусом ну осколок фляги с эстусом это крайне здорово но что-то может быть более весомое с этой цели клирик прости меня пожалуйста я только что потратил твою ароматную век былого на нас это рыцаря ну может быть шлем рыцаря симпатичный же да согласись и твое лицо теперь видно а тот ты сможешь одевать когда если полным станешь а вот когда ты не полый и твою рыжую бороду будет видно вот так же лучше правда что ты по этому поводу думаешь клирик на меня не сердится и это очень здорово действительно бегать с открытым лицом наверное лучше чем постоянно в наглухо закрытом забрали молодцы какие молодцы разработчики к боссу я пожалел тратить ароматную ветвь а тут раз и и потратил ну что будет ли знак знака нет ну и ладно бежим в одиночку и посмотрим что здесь дед но на первый взгляд я не вижу ничего такого особенного здесь нету спящего полого а он здесь собака а не зафиксировал цель и сразу же начинаю терять хп страшно голова куда делась собака куда-то убежала ну и ладно разберемся с этим парнем наверху потом будем смотреть сундук и он теперь хитрит они просто стоят на месте а эти ребята продолжают стрелять меня слава руда это намек на то что будет титанит осколок титанита да замечательно слава перекат слава перекат я увидев то сообщение подумал что будет что-то интересное там в за бочками но да да швыряется с бочонками с маслом для того чтобы огненные стрелы потом наносили к нам по нам увеличенный урон но нас то не проведешь мы же здесь уже были и очень необычное место для белого знака но не исключено что старый страж брэдли это это нпц и а у него копье хейда если я не ошибаюсь где он его взял я пытался нафармить резал рыцарей хейда пачками но не исключено что для того чтобы они начали дропать нужно просто уйти на нг плюс либо вот и еще знак рагнар а это тот же самый парень который там стоял видимо решил переместить свой знак вместе к знаку нпц так как ну скорее всего именно здесь все начинают свой призыв и он решил что это будет логично там же оставить возможность призвать и себя и раз противник а противник и темная смола и вот они все побежали а там еще врага не а нет должен был сигануть ко мне нет не хочет прыгать да вот этот с двумя мечами ахо и там кое-что изменилось я уже вижу там стоит не тот кто должен был стоять но не будем торопиться я опасаюсь какой-то ловушки поэтому хочу подходить сюда с большей осторожностью железная стрела и все а где а где сталкер где темный сталкер куда его переставили и самое главное зачем его переставили здесь что было а они просто сражались и не не справились здесь теперь все перегорожено тележками там по-прежнему гуляют собаки палец а не очень хороша для битвы с низенькими противниками такими как собаки или хрюшки в маджули а потому что она такой высокий удар делает и мелкого противника может просто не зацепить а здесь должен был быть варганианец здравствуйте вы же вообще ни разу не варганианец в пути она перебралась от костра сюда зачем ты это сделал кстати ну что ж она нам подарила человеческую фигурку вот а Субтитры создавал DimaTorzok И она снимает маску Замечательно А я вот здесь вот подумал А может быть все-таки стоит Пойти и призвать того парня НПЦ Фантома Ну просто для того, чтобы Чуть-чуть ускорить прохождение Неприятной для меня локации А варганианцы стоят совсем Не там, где им Положено стоять Но в целом пока Каких-то особо Критичных изменений Не происходит Помимо этого И отсутствие сталкеров Очень сильно облегчает Конечно же прохождение Не останавливайся и тогда И вдруг сработало кольцо И меня Вызывают на помощь Апостолу Синевы Надо же Наконец-то Я так долго этого ждал В прошлой серии Привет А где тут красненький И тебя Еще Я почему-то не смог Спрыгнуть А кто меня бьет А, это был все-таки он Да Ну что ж, парень Извини Я не смогу тебе помочь А я Повел себя просто Великолепным образом Даже не знаю Что произошло Я вдруг почему-то Начал прожимать на кнопки Мне показалось Что он не перестал Прыгать От этого я растерялся И, увы Ну Первый блин Всегда комом И Что делать Остается только двигаться дальше И надеяться Что Будет еще такое призывание И я буду Действовать Немножко более осознанно Во время Такого призыва И Почему-то Когда этот Фантом Наносил удары За спиной Я Вообще Не видел Его Соответственно Я подумал Что Что-то происходит Такое Именно С игрой У меня То ли Лаги То ли Что-то еще Подобное Может Помочь Движение По кругу Но Конечно же Здесь по-прежнему Запрыгивать нельзя Несмотря на то Что мы Мы Смогли Заскочить На стол Кузницы Что я творю Что я творю Почему я не могу Зафиксироваться На цели Ну и ладно И не надо Просто отойдем Подальше И будем Стрелять С двух рук Прицелившись И ко мне Вторгается Темный дух Тот ли Самый Который Вторгался Ко мне Флуп Давай Этот флуп Никогда не может Прийти Нормально И по-моему Сейчас Я пойду На Второй Заход По этой Локации Уже Немножечко Без Человечности Да Где Темный Дух Идем Сюда Я хочу Бой Именно Здесь Давай Ну Я же тебя Жду Где ты там Пропадаешь Ну Или Здесь Давай Такое Более Менее Открытое Место Можно и вот так Вот поступить И призвать НПЦ Фантома Который тоже Кстати Очень неплохо Помогает Справляться С Вторжением Человеков Темных Темный Дух Вторгся И Совершенно Не Спешит Идти К нам Где-то Сидит В засаде Ждет Но Не самая Лучшая Мысль В такой Ситуации Начинать Двигаться По локации Потому что Не исключено Что он Выжидает Где-то Там Где ему Будут Помогать Мобы Противники Соответственно Если он Хочет Где-то В другом Месте Столкновения Значит Однозначно Мы хотим Прямо Противоположного Не нужно Давать Врагам Возможность Сражаться На удобной Для них Территории И вон Он Мелькнул Красный Дух А он Сейчас По-моему Снизу Пойдет Через Собак Нет Да Совершенно Точно Я его Видел Там И Ожидание Затягивается Ну что ж Поиграем У кого Больше Терпения Вон он Стоит Красный Фантом Давай Иди сюда Я тебя жду А может Это НПЦ Красный Фантом Я вот Сейчас Не помню Было ли Написано Кириллицы По-моему Нет И И кругом И кругом И кругом Их ставишь Ну Это же Несерьезно Давай Иди сюда Кровопотеря Кровопотеря И Непонятно Чего Медлит Наш Друг Фантом Лечит Спасибо Только Не свались А у меня Лечение Тоже есть Но оно Кончилось Что он Ронил Лучистый Самоцвет Жизни Неплохо Кто-то Стреляет По нам Снизу Врагонянцы Лучники Я Все Польше Начинаю Думать Что Тот Вторгшийся Красный Фантом Это НПЦ Ну Потому Что Ведет Он Себя Совершенно Не По-человечески Противник Человек Уже Прибежал Сюда Пойдем Пойдем Сначала Туда Сходим Будет Интереснее Всего Если Фантом Ударит Нам Спину Именно Здесь В этом Месте Страж Покинул Нас Добив Нужное Количество Мобов И я Остаюсь Все еще Присутствующим Где-то здесь На территории Красным В одиночестве Замечательно Длинный Меч Простой Длинный Меч Интересно Здесь Должны Быть Еще Сталкеры Я Это Точно Знаю Давай 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 Должны 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 бэкстэп почему-то не получается приходится справляться так нет конечно же здесь нет секретки почему-то подумалось что будет неплохо проверить еще один stalker и снова не получается бэкстэп меня еще одна неожиданность как же гавлан он так куда дели гавлана гавлана нет но здесь должна быть ловушка впереди ловушка впереди либо ядовитое либо стреляющие ядовитое здесь в этом месте у гавлана тратились все накопленные до сегодня момента души но сейчас потратить их некуда отручный меч здорово великолепно а нам приходится идти дальше и я надеюсь что гавлан все-таки будет здесь просто как и лакутиель окажется перепрятанным в другое место наделся красный фантом как мне не нравится что его нету он до меня достреливает а я до него из арбалета не могу ну и и ладно и бог с тобой мы двигаемся дальше и ищем красного на самом деле а сразу два барганианта и по-моему они стали все-таки чуть чуть менее страшными противниками чем были раньше и что неужели удастся проскочить всю локацию насквозь где не кратчайший путь нам подсказывает что можно спрыгнуть что за монстр а ничего нового всего лишь опять же хорошо известный нам темный сталкер но здесь он достать не может а темный дух бенки не выдержал и решил отправиться к себе его кончилось терпение и это все-таки был не npc фантом это был настоящий игрок но какой-то он был странный или что он оказался как-то может быть в таком месте что просто не мог ко мне пройти где-то где-то должны быть стены или секретные но очевидно что не здесь слава атака да слава атака ах а висит висит в варганианец притаившийся слава атака спасибо тебе неизвестный друг да это локация по-прежнему нет это локация не по-прежнему теперь и эти ребята появляются не на нг плюс а уже на нг что будет дальше неожиданная а неожиданное нападение надо признаться они не проснулись давай выходи сюда подальше от бочек и как-нибудь аккуратненько с тобой поговорим я стол разбивал а ты мне вот так вот за это нечестным ударом ответил на получи и ароматный вид былого замечательно а то я уже начал переживать что сря ее потратил что такое метательное мне бы хотелось но кроме бомб у меня нет ничего что можно швырнуть ладно что арбалет не не разбивает эти бочки это же хорошо ячерка есть на своем месте я честно говоря не верил что это там будет поэтому чуть-чуть растерялся сначала скелет уязвимость смерть до и наконец-то долгожданное кольцо солдата короля который я и одену но пока что вместо кольцо стража потому что призыв идет все равно плохо а единственный призыв который произошел я очень талантливо прохлопал так скажем крайне талантливо прохлопал и поэтому ну кольцо солдата короля все-таки будет лучше при этом я могу напялить даже и поножи сиана но пока мне будет достаточно вернуть поножи и наручи элитного рыцаря который дает чуть больше баланса и все над своим сетом будем думать другой раз осторожно я да я знаю но попробуем вот таким образом обойти это неприятность и посмотреть что здесь припрятана метательный нож и огненная бабочка как я и предполагал метательные ножи оказались на месте хорошо а теперь у нас есть больше снарядов и продолжаем движение теперь у нас по плану что снова темные сталкеры да да и проход к боссу но также возможность и почистить вот эту комнатку где наверняка то это тоже мы пришли и так сходим наверх нет мы оттуда не пришли и здесь тоже есть секретка да нету что говорит здесь иллюзия впереди да есть секретная стена но неразбиваемая а отодвигаемая что-то еще помню давно я не был в этой локации потому что как я уже поминал я ее не люблю и соответственно проходил ее единожды по необходимости и все и больше к ней не возвращался никогда большой осколок титанита ну на этом в общем то все двигаемся наверх вдруг впереди осторожная атака гавлан вот ты где замечательно как я и надеялся его все-таки пересадили сюда привет гавлан гавлану можно помимо всего прочего продать все ненужное свое барахло и можно кое-что купить у него в частности кольцо которое стоит 5000 увеличивает баланс а также ядовитые стрелы ядовитые мечи и все такое ядовитое но имеет однозначно смысл купить кольцо и имеет смысл купить максимум ядовитого мха на любителя отравленный метательный нож и гнилая смыла где-то могут очень серьезно помочь а можно отравить даже босса но наш персонаж клирик не ловкий отравитель и поэтому не будем тратить сейчас и без того скромное свое количество душ на предметы которые не будем использовать дальнейшем ну что ж зритель мы нашли гавлана мы нашли лукатиель и я предлагаю на этом светлом и приятном для нашего клирика месте закончить данную серию и ближайшее время я надеюсь ты присоединишься к нам и посмотришь что будет дальше как наш клирик двинется в сторону босса спасибо что был на канале подписывайся и до скорых встреч пока